Кроме того, на оперативном совещании начальник отдела благоустройства Светлана Музалева рассказала о подготовке улицы Аллей Котельников к новогодним праздникам. Главные елки города около домов культуры уже установлены. Завершается монтаж световой иллюминации. Первых спортивных баталий ожидает каток в Кузьминском лесопарке, в заливке которого традиционно приняли участие молодежные общественные организации. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Также будут повешенные растяжки вдоль Дзержинского шоссе. Это надписи «С Новым годом», «Снежинки». И планируем украсить туевую аллею гирляндами. Там будет около 20 деревьев. В этом году мы столкнулись с такой проблемой с актом медализма на центральной аллее в микрорайоне «Силикат». Была порвана гирлянда. Дети делали из нее тарзанку. Просьба относиться бережнее к тому, что мы делаем, потому что мы создаем праздничное настроение не только для себя, а для всех и для каждого. Зима только вступает в свои законные права, но активисты уже заняты организацией досуга жителей города на свежем воздухе. Излюбленное место для спорта и отдыха – стадион здоровья на Белой даче готовится к хоккейным поединкам. Несколько дней назад началась заливка катка. В мероприятие приняли участие неравнодушные граждане во главе с председателем местного отделения общественной организации «Молодая гвардия Единой России» Александром Самохиным. Самое сложное заключается в том, что это нужно делать практически ежедневно. Особенно сейчас, когда мы начали ее заливать, мы должны каждый день сюда приходить по вечерам и заливать, 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 пока не будет основы. Тогда уже можно будет раза два в неделю проливать уже слегка сверху слой, только чтобы он был качественный. Здесь совершенно разные ребята собираются. Есть и совсем подрастающее поколение – это школьники, есть и студенты. Среди нас есть люди уже в возрасте. Просто те люди, которым не безразлична судьба нашего города, которые хотят тратить свое время ради общества, ради своего любимого города. Хоть это и тяжелый труд, но он приятный, потому что ты понимаешь, что после того, как ты этот каток залил, сюда придут другие люди со своими семьями. Они тут будут развлекаться, кататься, кататься на коньках, играть в хоккей. Стоит отметить, что каток начал свою работу еще в 2010 году. Уже пять лет на этой площадке собираются профессиональные спортсмены, хоккеисты и просто любители активного отдыха. Ежегодно проходят соревнования на Кубок главы, молодой гвардии, а также состязания «Растопи лед», которые посещают не только жители нашего города, но и Москвы и Подмосковья. Все это благодаря качеству ледового покрытия, за которым ухаживают активисты. Будем надеяться, что зима в этом году позволит вдоволь насладиться любимыми видами спорта, как хоккеистам, так и болельщикам.